Существует один принципиальный подход, который я бы посоветовал людям. Это каждый день бороться со страхом. Проблема в том, что страх — обманчивая штука. Страх вам говорит, «Эй, если ты признаешься вон той девушке, то она поймет, что ты у нее на крючке, и больше не будет в тебе заинтересована, когда узнает, насколько сильно она тебе нравится. Даже не думай заговорить с ней». Когда она будет проходить мимо, просто не обращай на нее внимания, и тогда она твоя. Страх подсказывает полную чушь, подобную этой. Так вот, для меня борьба со страхом стала ежедневным упражнением. С тех пор, как три года назад я прыгнул с парашютом в Дубае, а прыжки с парашютом... Прыжки с парашютом — это очень интересная встреча со страхом. Мне нужно встать, я лучше встану. Так вот, за день до этого вы собираетесь с друзьями, выпиваете, и одному из них приходит гениальная идея. «А почему бы нам завтра не прыгнуть с парашютом?» И ты такой, «Да, давайте прыгнем!» И все такие, «Да, да!» И ты такой, «Да!» И все, «Да!» А потом ты приходишь домой и думаешь... Ну, они же тоже были пьяны, так, может, они передумают. Может, нам туда не надо, может, нам не надо этого делать. А потом ты лежишь в своей кровати, и такой... Тебя передергивает от ужаса. В твоем воображении прокручивается раз за разом, как ты выпрыгиваешь из самолета, и ты не можешь понять, зачем вам вообще это надо. И у тебя была самая бессонная ночь в твоей жизни. Но у тебя еще остается надежда, что твои друзья перебрали. На следующий день ты просыпаешься и едешь в указанное место, а там собрались все твои друзья. И ты такой, «А, блин!» «Хорошо, хорошо! Круто, круто, круто!» Потом ты садишься в фургон, без понятия, что твои друзья так же всю ночь не спали, как и ты, но они в этом тебе не признаются. «Да, чувак, мой дядя Морпех, это будет просто здорово! Жду не дождусь!» А ты в это время, «Боже мой, боже мой!» У тебя скручивается живот, ты не можешь есть, но ты ведь не хочешь быть единственным, кто не выпрыгнет из этого самолета. Когда мы приехали туда, нам провели инструктаж. И вот я стою там, и мне говорят, «В том случае, если парашют не откроется, то вы должны...» «Какого черта? Почему? Что я должен сделать, когда парашют не откроется?» И когда ты в первый раз прыгаешь с парашютом, тебя привязывают к парню, который пойдет с тобой и будет тебя выталкивать. Ты идешь туда и видишь самолет, и никто не останавливается, все продолжают идти. И ты залезаешь в самолет и садишься к какому-то незнакомцу на колени. Ты сидишь у него на коленях и пытаешься завести беседу. «Да, мужик!» Частенько вы прыгаете вот так с людьми. И ты пытаешься убедиться. У тебя же есть дети, верно? Есть люди, которых тебе нужно увидеть. Тебе просто хочется убедиться, насколько он серьезен. И вы уже в самолете, и вроде все нормально. И вы взлетаете все выше, и выше, и выше. И вдруг вы замечаете лампочки. Красную, желтую и зеленую. Сейчас светит красная лампочка. И ты начинаешь думать, что рано или поздно загорится зеленая. Но ты понятия не имеешь, что тогда произойдет. И пока ты ждешь, загорается желтая, потом ее сменяет зеленая. Кто-то открывает дверь, и до тебя доходит, что ты еще ни разу не находился в самолете с открытой дверью. И ты начинаешь идти. И если бы ты был умнее, то сел бы в конце, чтобы не прыгать первым. И вот люди начинают прыгать из самолета, и ты тоже идешь. И парень доводит тебя до конца так, что пальцы твоих ног находятся на краю. И ты смотришь вниз, в глаза смерти. И парень говорит, на счет три. И продолжает, один, два. И он выталкивает тебя на два, потому что на три люди начинают за что-то хвататься. И ты такой... И ты падаешь из самолета. И через одну секунду ты понимаешь, что это самый прекрасный момент в твоей жизни. Ты летишь. Ты не чувствуешь это как падение. Это такое чувство, будто тебя поддерживает ветер. И ты падаешь, падаешь, но страха больше нет. Ты понимаешь, что в момент самой большой опасности ты боишься меньше всего. Это блаженство. Это блаженство. Ты летишь. А затем проходит 20, 25, 40 секунд, и у тебя достаточно времени, чтобы побыть таким. А, это разве не то здание, которое я видел утром? О, я вижу океан. И урок, который я усвоил, гласил. Почему ты так боялся, когда лежал в своей кровати прошлой ночью? Почему тебе нужно было бояться? Почему же ты боялся в своей кровати за 16 часов до прыжка? Почему ты боялся в машине? Почему ты не насладился завтраком? Для чего был нужен весь этот страх? Чего ты боялся? Весь этот путь к самолету. До момента самого выхода у вас не было причин бояться. Ведь это все просто испортило ваш день. Тебя никто не заставлял прыгать, но внезапно, в тот момент, когда вы должны быть просто в ужасе, вы наоборот получаете прекраснейший момент в вашей жизни. И Бог поместил самые лучшие моменты в вашей жизни по ту сторону ужаса. Именно по другую сторону вашего страха находятся самые лучшие моменты в вашей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...